МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодный марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах детей стартовал в 24-й школе. В нем приняли участие более 20 команд, лучший из которых будет представлять район на зональном и областном этапах. Но для этого надо понравиться не только жюри, но в первую очередь зрителям. Сколько выдумки и поучительных историй приходится включать в сценарий выступления по пропаганде безопасности на дорогах. Ведь донести ярко и понятно то, что кажется скучным и непонятным, особенно самым маленьким детям, это уже искусство. Мы специально делаем такие программы, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Творческая бригада – это как команда КВН. Она черпает материал в повседневной жизни. Очень много детей, подростков, они переходят дорогу в наушниках. Это очень понижает их бдительность на дороге, поэтому случается очень много происшествий. Мы это показываем у нас в выступлении, это все показано там. Ну что ж, это и дружеский совет, и подсказка. Мы будем оценивать, насколько информативно команда представила свой материал. Дальше обязательно музыкальное и художественное оформление своего номера. Актерское мастерство, без него творческий конкурс практически невозможен. Вообще-то, марафон юных инспекторов безопасности дорожного движения охватывает сотни школьников разного возраста. Они, в свою очередь, несут информацию своим сверстникам и даже взрослым. А в итоге влияют на целое поколение. Они растут, и они будут не только пешеходами, велосипедистами, они же в дальнейшем будут и автомобилистами. То есть здесь очень важный момент, что с детства мы растим хороших автомобилистов, хороших водителей. Победитель первого этапа марафона был признан единогласно. Это команда 12-й школы. В ее активе уже есть третье место на областном этапе марафона два года назад. Теперь еще одна попытка побороться за первое место. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».